Пятиконечная звезда, символ победы и оливковая ветвь, символ мира. Такие рисунки волонтеры помогли нанести ветеранам с помощью трафарета и красок на одну из стен, которая будет украшать наш город. Вместе с главой округа Андреем Ивановым и президентом фонда поддержки современного искусства Дмитрием Левочкиным они дали старт новому проекту, чтобы помнили. Мы пригласили художников и из Москвы, и из Подмосковья, из разных городов, которые в течение месяца расписывают все эти объекты. На данный момент сделано уже три объекта. Это у нас Кубинка, Звенигород и сейчас делается в Одинцово. Различные строения Одинцовского округа на центральных улицах городов вскоре украсят настоящие художественные шедевры на военную тематику. К 22 июня появится 22 объекта. Эти арт-объекты – это реальные страницы истории, которые, я уверен, привлекут внимание молодежи и смотивируют их более вдумчиво, более предметно и тщательно изучать историю Великой Отечественной войны. Уже во многих городах не только Московской области, но и России стали появляться такие арт-объекты. Украшать здания тематическими композициями в стиле граффити начали еще в Трехгорке. Этот опыт получил продолжение и стал хорошим примером совмещать искусство, просвещение и благоустройство города. Все города, которые принимают уже после Одинцова, которая нашумела, они становятся побратимы Одинцову, по сути. Потому что мы показали, как это должно быть, большую планку им поставили. Неприметная трансформаторная будка на улице Союзная превратилась в кусочек истории. С четырех сторон ее украсят мотивы на тему письма с фронта. Тематика письма с фронта, то есть это, ну, какое-то такое, наверное, внутреннее что-то греющее солдата, дающие ему силы. Вот. Мне кажется, что ветеранам должна быть эта тема близка и как-то ностальгию вызвать приятную. Если погода будет благоприятной, на работу уйдет примерно две недели, говорит художник. Всего на таких объектах в нашем округе трудится около 40 человек со всех регионов России. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.